Этикеты принятия пищи. Во-первых, перед тем, как начать принять пищу, человек должен помянуть имя Аллаха и сказать «Бисмиллях» с именем Аллаха. Перед едой и перед питьем. Если же он забыл, Если же он забыл, то как только вспомнил, он говорит с именем Аллаха в начале и в конце «Бисмилляхи ауволяху ахирух». Когда же он насытился? Восхваляет Аллаха. Потому что это была милость, которую Аллах проявил по отношению к нему. И никогда не ругает еду. Какую бы еду тебе не преподнесли, если ты не хочешь, не ешь. Но чтобы говорить «О, это плохая, это такая-сякая, недозволенная». Пророк, саллиллаху алейху ассалям, никогда не ругал еду. Основа заключается в том, чтобы изначально ты кушал правой рукой. Обязательно. Кушать левой рукой считается большим грехом. Кушаешь ложкой, допустим. Чем угодно. Если даже ты разрезаешь еду ножом, допустим, то нож ты держишь, грубо говоря, в левой. Или даже если, не важно, как держишь, но кушать именно прием пищи у тебя правой рукой должен. Так же ты кушаешь, что, тремя пальцами. Так же ты кушаешь, что, тремя пальцами. То есть не делаешь половник из своей руки, вот так не кушаешь, вот тремя пальцами, аккуратно. То есть если кушаешь рукой, кушаешь аккуратно, а не так закидываешь себе в рот пятью пальцами с полной кистой. Нет. То есть человек основывал, что когда он принимает пищу, он приблизительно разделяет свой желудок на три части. Часть для еды, часть для питья, для жидкости, и часть оставляет для воздуха. И когда принимает пищу, не наедается, кроме как изредка, то есть досы то есть. То, что утомляет людей в сегодняшний день и так далее, это большой, частый, большой прием пищи. Когда он свободен, что делает? Только если видит, что у него свободное время появилось, сразу идет к еде, пьет и ест, что-то там орешки грызет и так далее. Если ты нашел себе свободное время, помолись. Почитай Куран, попроси прощение у Аллаха, салават на пророка воздай. Как Аллах Субхан Халилл в Куране говорит, если ты освободился, устремись. У нас есть проблема, когда человек пьет воду. То есть, когда человек пьет из бутылки, допустим, пьет так, что воздух, который у него изо рта выходит, снова в бутылку, он обратно дышит. То есть, когда он принимает, он не должен обратно дуть туда, чтобы все в бутылку, нет, он говорит, должен постараться так, чтобы из бутылки пить, а не в бутылку пить. То есть, не дышит в сосуд, из которого пьет, и не дует. То есть, пророк Субхан Халилл сказал, что баракат заключается в еде, которая немножко, то есть не такая, что вот она горячая только из печки и так далее, нет, чуть-чуть остывшая. Допустим, у нас сейчас есть какая-то посуда. Основа в том, что ты должен есть с той части посуды, которая перед тобой. Не должен тянуться к той части, на которую твой братцы едет. Допустим, перед тобой маленький кусочек мяса, а перед ним большой. Неправильно будет, если ты будешь покушаться на его кусок, который перед ним. Не, будь доволен тем, что предупредил он тебе, не покушайся на его кусок мяса и перед ним не берешь. Кроме как есть, допустим, в одной тарелке разные виды, допустим, салатов. И чтобы достать какой-то один из видов, тебе приходится как бы тянуться. Но даже в этом случае ты тянись максимально близко к той стороне, которая к тебе ближе. Тот, кто много ест, много пьет, следовательно много спит, из этого исходит то, что он очень многое теряет и в убытке остается. И поэтому мы упомянули, что и правильным будет наедаться вдоволь иногда. Не должно быть это нашим обычным, то есть как всегда обжираться, наедаться. И обязательно человек должен стремиться, чтобы его еда была халяль. Не принимай в пищу ничего, кроме того, что ты знаешь, что это дозволено. И в этом точно также не должно быть чрезмерности. Некоторые люди в этом вопросе также переходят границы. Ну, я знаю. Какие дети в этом вопросе? Ну, давайте посмотрим. Я-ето. Ура. Я-а-а. Продолжение следует...